Отлично Ну вот собственно вторая игра Посмотрим на баны от Мистраст На этот раст у них есть первый пик И могут они себе Оставлять что-то наиболее сладенькое Да, ну а темп ларка как раз таки Вообще на мой взгляд Райзинг Старс не в свою доту начали играть Их дота это не вот такой пассивный фарм прежде всего Они же показывали отличные игры через агрессивную доту И с Вичи Гейминг они играли через агрессию Или они считают, может быть я не знаю Что с противником классом похуже Нужно играть Визаж первым баном Вот так вот Нужно играть более пассивно Но на самом деле по-моему еще активнее Им нужно давить Лайфстилер от Райзинг Старс Я думаю битрайдера себе будут оставлять Мисс Тем более что в прошлой игре он зашел им как нельзя лучше Но вряд ли оставит его Райзинг Старс Учитывая то что Мисс играют сегодня очень агрессивно Первую игру фактически они сыграли Так наоборот от обороны Но дальше пошли месить просто очень-очень круто Думают над вторым баном Мисс Траст Это медведь Ну по сути дела битрайдер сейчас напрашивается Да Ну я думаю что Можно ответить сейчас Райзинг Старс Дарксиром и Клокверком попробовать Сильная связка От нее всю игру можно строить Но собственно Шадоу Демон наконец-то появляется в пике спустя Несколько матчей Действительно остался он здесь Ну и будет ли ответ от Райзинг Старс И какой он будет Точнее он будет Нет это сразу Джиггернаут и Дарксир Ну вот тоже неплохо Вот как раз она пошла Агрессивная дота Джиггернаут Дарксир Несмотря на то что вот чисто по своим вот характеристикам И вообще по всему Джиггернаут очень похож на антимага Спылы его вот буквально Два спыла позволяют ему быть очень агрессивным героем Это Блэйд Фьюри способная Давать ему магическую неуязвимость И достаточно больно демажить И конечно же Омни Слэш Ну вот кстати об антимаге Антимага на этот раз забирают Мистраст Может увидим мы Сайленсера Но я думаю сейчас мы можем увидеть Клокверка Последним пиком Мишка в бане И не будет этот Джиггернаут и Лондруида А вот Клокверк бы зашел И очень неплохо Ему в принципе все равно Антимаг Нет это Висп Это очень интересно Отправляют Хаоса в бан Висп Хаос не будет На самом деле Висп Джиггернаутом очень неплохо играется Хорошая связка Сын Кинга банят Клокверк Клокверка мы тоже не увидим Но было очевидно что он улетит Если не пикнут его Райзинг Старс То он улетит в бане где-нибудь Джакира Против Виспа Отличный герой кстати говоря Диатин бан Квин оф Пейн Ну опять Висп Траст играю через ДК На этот раз с Антимагом Кстати опять вторая игра у них с Антимагом Ну неплохо у них получилась первая Лина уходит в бан 10 секунд Четвертый пик команды Мист Раст Безусловно нужна им сильная трипла Но действительно сами себе Они такое ощущение что этого визажа забанили Но с другой стороны он мог уйти Ризинг Старс Райзинг Старс И конечно Райзинг Старс бы чувствовали себя Очень неплохо играя с этим Антимагом Посмотрим будет ли Сайленсер Кстати говоря Очень хорош он и против Шадоу Демона Никса забирают Мист Раст Да все равно у них сильная трипла Шадоу Демон Антимаг Никс Это очень неприятное А вот Райзинг Старс забирают Магнуса Да судя по всему Это будет Джиггернаут с Виспо Магнус пойдет соло мид Дарксир может идти соло на сложную линию Либо сначала в лес с выходом на сложную линию Ну и Ласт Пик заберут какого-то Суппорта еще одного Потому что пока непонятно Чем будет играть Мист Раст На Харт в принципе не так много героев осталось Но есть все тот же Вивер Который довольно популярен Который довольно неплох против Виспа Потому что тяжело Виспу его поймать Но Честно говоря пока что я не знаю что Что здесь задумали Мист Раст Есть у них еще 49 секунд Этого более чем достаточно Вот такой вот Хардлайнер Забытый всеми Кстати говоря Хотя когда-то этот герой ходил на Хард чаще всех вообще Ну и Райзинг Стар свой выбор делает Не фуру играют мало 10 секунд remaining 5 секунд 5 секунд remaining Да Райзинг Стар Тоже видимо не до конца знают Что им Ну и не уверены в том Что они хотят на последний пик себе Ну безусловно Так как у них уже есть В принципе ситуация такая неплохая И вряд ли антимаг пойдет С шадоу демоном и никсом к ним Хотя могут Нет Это все таки агрессивный герой Я думал они возьмут с авансера Ну посмотрите что творят Они берут вот Такую вот Такого героя И сейчас сами могут Идти с дарксиром Виспом И джиггернаутом Мешать все таки фармить Дарксир будет кидать щитки Джиггернаут крутится Найтсталкера отправить На легкую линию А Магнуса отправить на мид Ну либо же все таки Сыграют более классически Как такой Реттлснэйк стайл То есть джаггер фармит Висп отводит Дарксир в лесу Магнус на сложной Найтсталкер на миде И как бы все герои Распределены по линиям Ну Найтсталкеру будет тяжело Найтсталкеру будет легко Магнусу будет тяжело На сложной линии Просто против Никса Шадоу Демона Очень жестко Можно Затерпеть Поехали Смотрим начальные Стартовые Закупы Висп накупил себе Сн3 ДК идет пока что вверх Пока что все идут вверх Видим что так же Р5-Р5 Закупился Очень плотно Ну кто-то кому-то Явно не хочет Давать фармить И у меня такое впечатление Что они хотят Давать опыт И фармить Отводить Виспу Прежде всего Щиток у ХДД У Джаггернаута Ну у всех Милишников Короче Вот Найт Сталкер Закупился на Фаст Боттл Да Такое действительно Ощущение Что Дарк Сир Пойдет изначально Лес Видим антимага Он тоже всех видит Пока что Магнус Занял позицию На миде Но не знаю Я думаю он переключится Да Он занял позицию На миде Но Найт Сталкер Занял позицию Здесь Значит он будет стоять Соло мид Да и по закупу В принципе очевидно Ну и Все правильно Делают Мистраст Антимаг уходит вниз Получается у нас Трипла с Верочкой Против Джаггера Ну против Джаггера Это не так уж хорошо Потому что Джаггер то все равно Может крутилкой забирать Главное ему там Не переусердствовать Чтобы когда Блэйд Фьюри Кончится Не попасть под стан Но может он Нормально играть Ему во всяком случае Проще В свою очередь Антимаг будет играть Против Магнуса Я думаю что Магнус очень хорошо Очень будет такая Сильная Ну что такое Против Магнус Опять у нас пауза Оооо У меня судя по всему просыхает На улице дороги Дождь шел и мотоциклист опять Сел на свой мотоцикл В последний день квалификации Решил тряхнуть все-таки стариной Я не знаю слышно или нет На этот раз окно закрыто Но все равно достаточно громко На это сталкера ждем Врум-врум это не назвать Это скорее какой-то Смайлуха Нет Ну конечно главное здесь будет не отпустить антимага С другой стороны если антимаг опять соло линию отстоит так как в прошлой игре Это что это такое Это его подмышка То будет очень тяжело Если ЛК опять Да вот про того самого Исуса Про которого рассказывал НС Это и есть ЛК И именно его так называют Ну а на этот раз в трипле играет СД Играющий обычно на саппорте Возможно даже кстати ТНК будет тут фармить Потому что ТНК у них штатный хардлайнер Насколько я понимаю Фармящий шадоу демон И такая саппортящая ВР Но скорее всего ВР очка естественно будет фармить Тем более и по закупу так видно Что у нее там на веточку побольше И колечко куплено Ну более так соло героя Ну должен Дарксир безусловно выносить из леса что-то Потому что если оно то что-то из леса не вынесет То вынесут его команду Куда-то Ну и конечно Найт Сталкер здесь будет один из ключевых персонажей Как и Магнус Стоит ли говорить что Магнус нафармивший там 7-8 левел Уже очень опасен в отличии от антимага И то же самое можно сказать о Найт Сталкере Причем Найт Сталкер то опаснее вообще здесь Всех наверное героев Абсолютно Если ему его отпустить в начале И в первую ночь позволить Сделать парочку фрагов Можно вообще уже Очень сильно Затерпеть Затерпеть ГЛХФ находит хосту Гражданин Никс И побежал банить спауны Да это очень неприятно конечно Но ничего не сделать Ну а-ка Пошел вон Да чем Никс и занялся Потому что если бы он тут остался дальше Мог бы Все Ну что ж смотрим на то как Джиггернаут будет стоять Как ни крути при всех его батлфурии Стоять против двух рейнджей Это очень неприятно Да еще и против Никса Который кидает тебе Берна Антимаг решил подраться с Магнусом Нету у него еще Пока что нету Манобрейка За счет этого Магнус Достаточно успешно себя чувствует Но мы видим что у Магнуса такой закуп Что он здесь не собирается никого боттл фармить У Магнуса сразу очень много армора На старте И конечно Может он с Антимагом побиться В начале игры Именно руками Висп меняется по ХП Параллельно лечит Джаггера А Дарксир весь в фарме леса Дарксир должен фармить Быстро и много Ну Дарксир такой герой Которым нельзя наверное там Сделать больше чем Чем он там способен Но на самом деле Можно все равно там найти Где-то сделать лишний стэк Ух ты Найт Сталкер Чуть пораньше Такое ощущение Что нафармил бутылку Из-за этого погонял немного ДК Вставляет Гуру Кажется на Стража Добивает Войдом крипа Пошел наверх А руна появилась снизу Сразу неудача И ДК эту руну заберет А Найт Сталкеру Найт Сталкеру придется Обузить ботл И еще ДК очень здорово Разобрался с крипами Ой-ой-ой Магнус Магнус Посмотрите что сделал Магнус разбил лицо Антимагу Причем обращаю ваше внимание На то что этого Магнуса Никто не пропуливал То есть он как был изначально Закупился Щиток Куча хилов И пошел фармить против Антимага И вот так вот уже Раскрошил ему Личика то Красная Ну пока у Антимага Пока у Магнуса Нету маны Антимаг ему Наносит не так уж много урона Потому что не выжигает ману Ох ты Сурж От Джиггернаута Спрятали его Очень вовремя Ну прогоняют Здесь Дарксир Выходит Вписывается За эту даблу Тем временем Найт Сталкер Против ДК Два Жирных танка На миде Конечно Опасности От Найт Сталкера Исходят гораздо больше К первой ночи Все таки у ДК Немножечко другая Направленность Как ни крути Но тоже он Герой такой Не будет он здесь Слабым Таким Да иллюзии Хорошая руна Для того чтобы Пофармить в начале Чем собственно и занимается Найт Сталкер Уже имеет 17 крипов Это довольно много Есть ботинок Бутылка Скоро будет Мэджик Вант И там еще и Урнук Первой ночи Можно попытаться Зафармить Что у нас у Антимага У Антимага Транквилы Да теперь Магнус Его явно не пробьет руками А к Магнусу Сейчас полетит бутылка Шикарно Просто шикарно Фармит Все добивает Практически Найт Сталкер Да у Магнуса Есть бутылка Действительно Он ее никак не довезет Но понятное дело Что с Антимагом С Транквилами Драться уже практически Бесполезно Он все равно Нарегенит больше Ну и Джаггер Тоже ставит вард В общем так Пока что Очень неплохо Выглядит Райзинг Старс Висп Правда у них всего Второго левела На четвертой минуте Этого Это конечно маловато Не Дарксир Тоже никакие спауны Не делал Тоже бутылка У всех по бутылке Просто Шикарно 20 крипов у ДК 27 у Найт Сталкера Ну Найт Сталкер Действительно хорош Надо сказать В своем фарме Бежит он на базу Да Он понял Что стоять И смысла ждать Бутылки Никакой вообще нету Может быть имело Смысл им Две куры купить Тем временем Снизу Драка Джаггернаут Крутится Не могут его спрятать Ну не так много урона Он наносит Нету на нем Вот этой горелочки Ой какой Какой пауэршот Был слышен звук И прошел явно Этот пауэршот Висп захиливается Флаской Лечит при этом Еще и Джаггернаута Найт Сталкер Возвращается на мид Есть у него уже Мэджик Вант Еще ТП дополнительное Ой шикарно Две перчатки Сапог Бутылка К первой ночи Это просто замечательно Шестой левел ДК активирует ульту Ну ничего Найт Сталкер Сейчас тоже Разультится Да ДКС ДД тут Не дает шансов Особо Ох Пошла ночь Здесь же Дарксир Вешают сайланс Вакуум Тизер ДК пытался уйти на ТП А Найт Сталкер Отлетает Чтобы его не убил ДК Но из ДК все равно умрет Воет И это ФБ Но это самое худшее Что может произойти Когда ты с наступлением Первой ночи Отдаешь Ой Еще сейчас смогут убить Может Дарксир убить Просто Инвиз Щиток на себя И пошел Сжечь бедного Шадоу Демона Который даже не знает Что же ему делать Никс Отстанивается Ошибка От Дарксира Далеко он Зашел Получил пару орехов Но ничего страшного Антимаг Тем временем 32 крипа Магнус 15 Да Антимаг Опять линию выигрывает Но здесь очень хорошая ситуация У Найт Сталкера Вот он бежит Уже вниз Да Сейчас будет врыв Но здесь Шадоу Демону На один воид Да какой на один воид На пол воида Куда ты Хорошо Сайланс В Никса Никса убьют Висп Тизер Шадоу Демона Сейчас тебя увидят Куда ты спрятался ДК Прилетел Вешают ему Сайланс Что творит Найт Сталкер Шекл Отличный Еще под Хиленвардом Все бегают Сбивают Хиленвард Но все и так уже фуловые Да В итоге Два кила забирают Заставляют ДК Стянуться наверх При этом Ничего абсолютно Не теряют Магнус Может обузить Спокойно Свою бутылку Конечно Перебор По моему Бутылок Все Таскают Эти ботлы И очень тяжело Приходится Героям Которым нужно Действительно Обузить Найт Сталкер Покупает ПТ Да И Найт Сталкер Можно уже Идти Врываться О Антимаг Убьешь От Магнуса А че Не это Просто Блинк Пару ударов И мог убивать Магнуса У него ХП-то нету И маны Было ноль Интересно Куда пойдет Найт Сталкер Найт Сталкер ТП Нужно РП Кставать Ну что Такое Магнус Ну Мофи Ну Почему Не Костанул РП Я не Понимаю РП Просто Воет И Дальше Повесили Сайленс На этого Антимага Он же Никуда Бо Не ушел Но РП Нужно Было Это Оно Бы того Стоило Безусловно Да Висп Вообще Без Итемов Дарксир Помогает Магнусу Которого Чуть было Здесь не убили Не Мофи Плохо Пока что Плохо Посмотрим Как он Будет Дальше Но Линию Он Проиграл Вмесище И более того Делает Вот такие Вот вещи Очень Важные Очень Важно Было Убить Антимага Убить Его Было Очень Легко Но Там Всего Это ХП Ничего Дпшится Магнус Ловит Маны Нету Вообще Джаггернаут Есть умни слэш Но куча Крипов Бежит Бежит Дальше Она Антимага Не хочет Потому что Антимаг Сделает Блинк Здесь же Дарксир Забегает Нету Маны На умни слэш Теперь Нету Дарксир Продолжает Жить Никса Ну и Найт Сталкер Наконец Вешает Сайланс Шекл Уворачивается От шекла Эйр Ну 4-0 Неплохо От Райзинг Старс И при том Что они еще Не все До конца Хорошо делают Руна ДД Сверху Заберет Мофи Тем временем Можно напасть На ДК Что суть по всему И сделают Да ДК Сейчас Хватит Сайланс Воид Джаггернаут Блэйд Фьюри Сюда же Летит Шадоу Демона Вытягивают Вакуума Магнус Где РП Днисче Хорошо Отменил Вовремя Молодец Скастовать РП он не смог Вовремя Но зато Вовремя Отменил Когда РП Уже было не нужно В итоге Забирают И ДК И Никса Ну все Здесь засноуболенный Абсолютно Найт Сталкер Который сейчас Еще и Ночь Посмотрите Сколько Будет длиться Первое А он уже Там так Жестко Напрягает Очень хороший Килен Варт От Джаггернаута Висп Не попадает Под шекл Есть урна у Найт Сталкера Все Этот Найт Сталкер Сейчас пойдет И будет всех убивать Антимаг Девятого левела Старше Найт Сталкера Но антимаг Нормально Тут сидит Может быть Антимаг Это Как раз таки Шанс Мистраст В этой игре Хорошие арканы Восстанавливают Всю ману С одних арканцов Из-за того Что Висп Затизерился Найт Сталкер Ждет Куру Кура ему что-то приносит ТПшка Видимо Но антимаг Уже половину От Баттлфури Собрал Между тем Порман Шилд Стик Баттлфури Веточка Магнус там Пытается Кастануть РП Нет друг Поздно Ты лучше бы Когда нужно было Кастовал Это РП Было бы Очень хорошо Ну это Очень плохо На самом деле Вот такой потерянный Магнус Который там Не знает Что ему делать Это Самое худшее Что может быть В игре за Магнуса Разбили смоук Все попали под смоук Идут за антимагом Антимаг Недостаточно осторожен Антимага сейчас заберут Ой Успел Успел Найт Сталкер Бежит Магнус Нужно давать РП РП шикарное Просто Мофи Ты ли это Какая-то благодать Зашла на Мофи И он раскастовался Все таки Причем Кастанул В тот момент Когда Только прилетел Сюда ДК Идеально Ну опять Все делает Найт Сталкер Висп Летит Один Ооо Сбивает Станниксу И Никса Убивает 10-0 Где-то мы Это уже Видели К нулю Вторые игры Против Китайцев Ну благо Первый Мистраст Выиграли А так бы Вообще Ну здесь у них Все меньше шансов Понятное дело Тут у Магнуса уже У которого было Все плохо На даггер Скоро накопится Дарксир Практически С меккой И Шадоу Демон Четвертый Опа Успел себя спрятать Но все равно Он никуда не уходит Да Шадоу Демон Минус Найт Сталкер Где Дарксир Встревает Очень жестко Стан по всем Дарксир живет Ульт хороший Наступает день Нету ночи У Найт Сталкера И здесь Встревают Райзинг Старс Теряют Дарксира Летит Кура Ксогр Клабом Куру убивают Что за Бред вообще Байбэк от Дарксира Бежит он на всех парах Шекл Привязывает Будет стан Могут убить Убивают Найт Сталкера Ой-ой-ой-ой-ой Мофи Мофи очень больно Мофи Умирает ДК уходит Очень удачно Уйдет на ТП А вот Дарксир Никуда Судя по всему Не уйдет Солкетчер Есть еще и Блинк Прячут Джиггернаута Дарксир пытается Убежать И уходит Достаточно далеко Блэйд Фьюри от Джиггернаута Но его уже пробивают Руками Да, конечно Очень неудачно Получилось С вот этим Наступлением Утро Найт Сталкера Не смог он убежать В итоге Найт Сталкер Магнус Неужели все А, нет И Дарксир Дарксир же выкупался Все правильно В итоге Наступление Первого дня Точнее Второго дня Тоже очень неудачное Становится Как и наступление Первой ночи Такая игра Получается Знаковая Как только наступила Первая ночь Найт Сталкер Начал всех месить Наступил день Три кила отдали Но тем не менее Двенадцать три И три тысячи Все-таки Преимущества Осталось Хотя безусловно Пять тысяч Преимущества Которое было Это очень много Тем более Ну вот это вот просто Не в сказке сказать Не пером А писать Как можно потерять Куру вообще В таком месте Что она там Вообще делает С Огрклабом Тем более Там бы еще И Найт Сталкер Мог выжить Если бы Огрклаб Долетел И у Магнуса Опять нету На Даггер Из-за того Что он там Хотя не Он это не умирал Нормально у него денег Но все равно Много времени Потеряли Самое важное Что очень много Времени потеряли Когда ничего не делали По сути дела Очень долго Умирали Райзинг Старс Тем самым Мое время дали И Фарма дали Команде Мист Мистраст Антимагу Практически Прилетело Баттлфури Остается совсем чуть-чуть Может он тоже пойдет Куру сольет Где-нибудь С Демон Эджин Дарксиры Далеко Очень далеко Уже до Мекки Из-за этого Байбэка Который вроде бы Чуть-чуть стоил Но смерть Плюс байбэк Это очень много Висп Тпшится Ой как хорошо Вешают сайленс Но антимаг Антимаг-то под сайленсом Развернулся Дать манвоид Понял что Погорячился Найт Сталкер Идет дальше Тут Ничего не поможет Уже Никсу Карапас Не вовремя И умирают Очень удачный ультимейт От Джиггернаута Ооо От Найт Сталкера Конечно Джиггернаут Свой ультимейт Как раз таки Еще и не юзал И у него почти Одиннадцатый Идут на мид Идут на мид У Джиггернаута Сейчас будет ульта И нужно прожимать Стики Вакуум Стики Нет он решил Блэйд Фьюри Но Здесь на самом деле Ульту он не стоило Прожимать Потому что он почти Одиннадцатый Ему нужно получить Вторую ульту И с первой То он ДК не убьет А вот со второй Уже нормально Первую вышку Денает 2-1 по вышкам Свою вышку Заденяли И что Неужели на Рошана Выходит В конце первого дня Такая жесткая Халява Вардов нету Как знали Что здесь вардов нету Прилетает Огр Клаб А Рошан то заберут Да Очень Очень жестко Халявят Розен Старш Просто Они сейчас Должны переживать Там последние Эти Секунды дня И уже ночью Атаковать Собираться Они еще и днем И Рошана забирают И сейчас ночью У них И у Магнуса Будет Даггер У Магнуса Будет одиннадцатый Если он не Ну он должен Да Он должен Получать здесь По-любому Это одиннадцатый У Найт Сталкера Одиннадцатый У Джиггернаута Одиннадцатый У Дарксира Ну Дарксир Конечно Да Сам виноват Купил сразу Веточку на будущее Но скорее всего Он и Пайп Будет собирать Поэтому еще Одна веточка Понадобится По-любому Для еще одной Хедрески Ну и собственно Вот и наступает Ночь Сейчас Заденает Еще одну Дарксир 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 Динает Джиггернаута Почему-то у него Синий Персиверанс Я не понимаю Почему он Синий Но не важно И наступает Как раз таки Ночь Которая будет Длиться довольно Долго И сейчас Очень опасная Ситуация Ну Магнус Спалил свой Даггер Мофи В своем Стиле Но тут Они вообще Собрались Прям в лоб Ломать Ничего Не скрывая Там Даггер На Магнус Да ради бога Видите И видите А мы все равно Вас сломаем В лоб Уходит Найт Сталкер Вешает Сала Тут же Тпшится Вис Тизером Сбивает все Что только можно Джиггернаут Умопомрачительный Ульт Сбивает Тп Антимагу Как раз не тизером А скорее всего Ультом Джиггернаута Изначально Дальше уже Не важно То что он По крипам Поскакал Потому что Урона Хватило Самое главное Антимаг В Сайлансе Без Тп И съел Кучу урона Антимаг В таверне 3.15 9.20 Антимаг Антимаг Антимагнус Антимагнус Вакуум От Дарксира Стенки нету Мега Входит Выбивают Аегис У кого там уже мега У ВРки уже мега Очень неплохо Ну в итоге Просто разменяли Аегис Ни на что Не Мофи все равно Плохо сыграл Потому что Это правильно Идти Кастовать Просто ульту В одного Но при этом Нужно Нужно Этого Одного Забирать Идти Кастовать Ульту В одного И при этом Его не Забирать Это плохо Блэк Кинг Вар Кстати Интересный Факт Ликан Ликан Называет Блэк Кинг Бар Двумя разными Способами Когда ему Собираешь Ну знаете Герои там Любят говорить Название Итема Которого Ты им Собрал Он Говорит Блэк Вульф Бар И Вульф Кинг Бар Ну это Так Мека Наконец-то Есть У Дарк Сира И Ночью Можно Идти Дальше Атаковать Да На самом деле Действительно Антимагнус Какой-то Получается Не очень Хорошая Игра От Мофи Хорошее РП Он одно Выдал И все И больше Ничего А ведь Магнусу Кроме РП Есть еще Куча Других Скиллов Найт Сталкер Бежит Находит Шадоу Демона Убивает Шадоу Демона Убивает Шадоу Демона Все Действительно Активирует Ульту Никс Вендетти Ну Никс Что-то Вообще Ничего Не может Здесь Делать Не Может Найти Момент Когда Напасть Слишком Жестко Контролирует Все Райзинг Старс Плюс У них Такие Герои Которых Уже Не Просто Убить До Виспал Не Доберется Джиггернаут Наверное Не Убьет Не Успеет Просто Стан Джиггернаут Должен успевать Реагировать И включать Свою Блэйд Фьюри Да Да И вообще Гарантии Что Там Нету Ни Сандриков Ничего Нету Тем более Что Есть Гем Найт Сталкер Сейчас Собьет Вард Довольно Свеженький Ломают Вышку Абсолютно Безнаказанно Антимакс Батлфури Там Пытается Нафармить Ух ты ДД Сайланс Не успевает Скастовать Но какой-то Гениальный Шадоу Демон Получается Прячет Зачем-то ДК Активировано БКБ Найт Сталкер Дерется С иллюзиями Убегает Куда-то Наверх Вниз Шекл Попадает Под Дарксира Дарксира Могут Убить Но Мофи Да это не Мофи Как чертик Из табакерки Выскочил Красавец Мофи Исправляется Сносит В итоге Вышку Мофи Браво Просто Аплодирую Сидя Я мог бы Аплодировать Стоя Но Все равно Мне никто Не поверит Что я стою На самом деле Я и не аплодирую Но Молодец Антимаг Антимаг Может опять Умереть И Ничто ему Не помешает О О Блинк Блинк Но антимаг-то находит, на самом деле, время пофармить место Ой, Night Stalker Шекл, какой шекл БКБ Ну и сейчас там антимаг на перехват идет Но не в ту сторону, антимаг свернул, Night Stalker захиливается урной Ой, какой же шекл был Там просто в ярости, наверное, СД Шекл привязал крипа к крипу Вместо того, чтобы к Night Stalker привязать крипа Да, а Мофи-то уже почти с БКБ Не, вот в таких играх и запоминаешь игроков Мофи я запомню надолго в этой игре Просто мой любимый игрок Да нет, там ульта Джиггернаута, конечно Ультой сбивает ДП, второй раз уже то же самое И Night Stalker опять по красоте все делает Да, но ночь закончится очень быстро И ульта не успеет откатить И считайте, вторая ночь закончилась Ну и счет 19-3, шестикратное преимущество Даже более чем шестикратное Это, конечно, солидно Видим, что Night Stalker и Джиггернаут уже в топе по фарму Мофи, который вообще начал очень неудачно Играет все лучше и лучше И у него уже практически собрано БКБ Дарксир потихонечку приходит в себя Ну, смотрим за Мофи Сейчас просто, я уверен, он ворвется Он сделает что-то эпичное Вот в этом я абсолютно уверен Да, он понимает, что драку можно и слить И покупает БКБ Даже несет себе БКБ Выкладывает щиток Ну, ночь закончится уже очень скоро Осталось буквально Я понял, на самом деле, работу Механику работы вот этих часов Они каждый раз как бы ночь считают с нуля Но каждый раз считают быстрее Так как остается все меньше и меньше Мофи еще не прилетела БКБ Но, видимо, времени у него не будет Хотя здесь очень неудачно атакуют И придется отступить Ну, главное, рубит вышку Это самое основное Мофи забирает себе БКБ все-таки Ну, здесь без борьбы отдают вышку И, наверное, отступит Хотя у Найт Сталкера еще успела открутиться ульта Не, Рошан не будут атаковать Сейчас пойдут на Рошана Элкей Ну, не все так здорово, безусловно Ну, вот, смотрите, как быстро часики крутятся Они не крутятся по дефалту так быстро Посмотрите Если бы часики на самом деле с такой скоростью крутились Ночь бы пролетала вообще И день очень быстро Просто из-за того, что я Из-за того, что Найт Сталкер юзает, короче, искусственную ночь Каждый раз часики все быстрее и быстрее крутятся Хотя вот сейчас они крутятся с того момента, на котором остановились дуэль Так что, видимо, не до конца я все-таки понял Ну, ночь длилась практически 10 минут Потому что как раз перед второй ночью забрали Рошана И вот в конце второй ночи забирают Рошана еще раз Да, почти 10 минут Ну, чуть меньше, но минут 9 точно длилась ночь Про дота ни одного варда А какие варды? Какие могут быть варды, когда вот это Пугало бегает с Аганимом Ночью и сбивает все варды Он все видит же, у него уже Аганим Вторая ночь у Найт Сталкер уже БКБ и Аганим Это очень неплохо Ну и притом счет такой Очень солидный Ну что, где у нас Мофи-то? Мофи наверху Да Найт Сталкер есть искусственная ночь, но нету у него Пошла ночь Вешает Сэлланс на Антимага Антимагу прилетает мант Активирует Ну вот сейчас уже хорошо с мантой Мофи немного не успел в драку Ну, на самом деле там Найт Сталкер и инициировал Поэтому это не его вина Что Найт Сталкер так поспешил Вообще, зачем там было прожимать? Я не знаю Ну, может быть, рассчитывал кого-то одного встретить Бегает, смотрит, где варды, не варды Видит, что варды практически нигде нету Это на самом деле очень классно Нет, ну то, что Найт Сталкер с Гемом, с Агонимом Сейчас вот все это заан вардил Это мощно У них-то стоят варды Притом они в такую доту играют Что они там поджимают, они все видят Шмагнус Отличная Отличная игра от Мофи Молодец Вот это очень хорошо было Хороший тимплей от Rising Stars И Мофи находит этого антимага Убивает его в очередной раз Это важно Если ты антимага будешь регулярно наказывать То, в принципе, не стоит бояться Что он там много чего насобирает на халяве Нету опять ульта Нету 16-го левела У Найт Сталкера Но нету и антимага И, в принципе, почему бы не попытаться подпушить С преимуществом таким, которое есть сейчас у Rising Stars Ну, нормальная стенка, чё Такая Немного Поспешил Мофи, что творит-то, а? Откуда у Джаггера ульт? Он же только что ультил Или мне показалось? Да, возможно, мне действительно показалось Но мне казалось, только-только-только-только он ультил В итоге Мофи увозят ДК Сносит вышку Сайланс Байбек Джаггернаута привязали Забавно он бежит и крутится одновременно Ульт от Шадоу Демона У него же Аегис У Найт Сталкера БКБ здесь Очень вакуум какой! Найт Сталкер не успел БКБ и зануть Дарксиры убили Виндранер убивает Магнуса Антимаг минусует Найт Сталкера Какая жесть Да, конечно, ультимейт в Дарксиро У которого Монопол 1200 Решил там все абсолютно 16-й зато получает Найт Сталкер Будет у него возможность Включить очень длинный ультимейт Ну и не так уж Много осталось до третьей ночи Половина где-то дня первого Третьего прошла Первая половина третьего Дня Тимак сбивает Хилен Вард Джиггернауту нужно было подставляться У него был Аегис И чего он боялся, я не знаю Но все равно очень много проигрывают Не безошибочно играют Райзинг Старф, все-таки не хватает им опыта Не хватает вот такой вот уверенности Которую мы видим как раз от китайцев обычно Но это по-моему самая молодая китайская команда К нулю на Джиггернауте играет И Висп тоже на ноль играет пока что У Райзинг Старс Как в общем-то и Шадоу Демон ДК и Никс Но у них ноль в граве Фраги Мофи Уже половиночку рефрешера имеет Ну треть Треть рефрешера Облевиан Став Вторая треть Это Персиверанс Ну и Рецепт Стоит все эти три штуки примерно одинаково Поэтому действительно треть Почти шестнадцатый Неплохо было бы дофармить Ну и через пару минут наступит третья ночь Очень долгая Очень важная Нету тер-три вышки на миде И могут Аегис не успеют разменять Могут все равно Райзинг Старс После того как ночь наступит Попытаться снести Тем более пик у них шикарный Ну вот этот Магнус Это очень и очень хорошо Хорошо то что он у них Потому что был бы он как раз у Мисс Сейчас бы на хайграунд Заходили бы очень неохотно И очень тяжело Гем потерял Найт Сталкер Это конечно минус Все в пятером вынуждены сейчас бегать Мисс Траст Баттерфляй у Джаггернаута Да, Джаггер приличный Баттл Фури, Яша, Баттерфляй, Варабаны, Фэйзы Много урона Много Скорости атаки И Шестнадцатый левел Такие дела В смоках кого-то пытаются найти Никого не находят Гема нету Насколько я понимаю Кстати Пайпа тоже нету Что странно Ну Найт Сталкер уже Плэйт Мэйл Есть третий ультимейт Мофи Мофи Вот это просто Дайте две Сразу два байбэка Но Мофи Без шансов И выбили гем Хорош Прям просто По нарастающей Мофи пошло Но тоже такое бывает Когда ты плохо начинаешь Сложно почувствовать игру Зато потом С каждым более Таким С каждым действием Тебе приходит уверенность И все лучше и лучше И лучше начинаешь играть По Мофи это видно По-моему Красавец Регенерация Нет На Магнусе Всегда конечно так То есть Именно нужно На Кураже Исполнять Очень быстро Все качественно Ой Мофи 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 Ну виск Хорошо врывается С джиггернаутом Джаггер ульт по крипам Виспа привязывают Очень больно виску Виспа разрывают Мофи там пострял Очень неприятно Дарксир бежит в драку Виспа нету Ну в принципе не страшно РП пока что тоже нету Джаггера станет Шекл Ой Меха какая Но все таки минус Найтсталкер Вешает Сэлнс на антимагу Антимага нету Манты Антимага прячут Стенка Дарксира Где вакуум Вакуума нету Стан в Дарксира Как же больно Отвратительно Просто подрали здесь Райзинг Старс И все сейчас шансы Дают они своим оппонентам Да Нужно было просто Отдать эту вышку И было бы все хорошо Выкупается Джаггернаут У меня слэш по крипам Был эпическим А у Мофи уже нету БКБ Есть РП Третьего левела Но Нету Дарксира Все равно Преимущество огромное Эти драки Не так много решают Убивают тем более Шадоу Демона В ответочку Мне интересно Что произошло С гемом Кто его забрал Гем забрала ВРка Но и у Найт Сталкера Есть гем Ааа У ВРки свой гем Нет У ВРки тоже чужой гем Супер просто купил Второй гем ДК С блинком Интересные какие вещи Но наступает Наконец таки ночь Причем наступает она Аккурат к появлению Рошана И это очень и очень хорошо 1400 Магнус Ой-ой-ой ДК Под гем Как заходит Ну ошибка Дурацкая Вот от азиатов Такое конечно Видимо не часто Зато когда видим Это очень жестко Сказывается на Вообще всей игре Просто умирает ДК на ровном месте Магнус Может быть Соберет Второй рефрешер За этот турнир Да Так еще Если он соберет Действительно рефрешер Еще мы сможем увидеть Четыре рефрешера Теоретически Или Нет Был один рефрешер Точно Джиггернаут Просто вгрызается В барак Скорость атаки Под виском Убийственная Стан от Никса Троим по-моему Попадает Магнус Попытался увезти Никса Не получилось Сломали барак Отступили Молодцы Найт Сталкер Просто по кулдауну Юзает ночь Конечно жестко Ночь это Идет Сколько у него там Длительность Длительность 80 Кулдаун 40 Ночь идет 40 секунд После чего Два раза по 40 Она Продолжается За счет ульты Найт Сталкера Висп с Джаггером Вот очень правильно Сейчас делают Антимаг Ульт Джиггернаут Отличный Бьем не слэш Убивает ВР-ку Выбивает Гем Мофи Прячут Антимага Стенка Стяжка Антимаг Уходит Не очень-то он уходит Но зря на самом деле Висп улетает Стан от Никса Великолепный Но теряют Все-таки ВР-очку И это опять же В плюс Для команды Райзинг Старс Второй барак Они добьют Или не добьют ДК Мофи Бедный Мофи Дарксир выживает У него сыр Кстати есть Если что Но он не будет Его юзать Или будет Сыр На последних хитах Ай Вот это жесть Вакуум Не знает Кого бить Но решают Все-таки Бить ДК Правильно ДК умирает Какой сыр От ХДД И Джаггер Бежит дальше Уже за ТНК Да И ТНК Тоже не уйдет Деминейтинг От Джиггернаута ХДД Просто Боллс оф стил Юзанул Сыр На вообще Каких-то там Далях ХП Там буквально Один удар Вообще От любого героя Он умирал бы Все-таки Хотят Допушить Они этот барак Любой ценой И допушивают Боже Джиггернаут 5000 имеет Да 5000 Это очень Много Сейчас Можно Купить Все что Угодно Тем более Что есть Аегис Мофи Фармит Рефрешер Потихонечку Должен он Успеть К концу Игры Его зафармить Я кстати Узнал Что после Того Как Первый Игрок Написал Джи-джи Ну после Того Как он Первый раз Было в игре Написано Там Уже Не важно Что писали Остальные Перестает Считать Статистику То есть Все смерти Все шмотки Купленные После Джи-джи Считаются Недействительными Да Пока Длится Ночь Решают Не откладывать В долгий Ящик У Магнуса Конечно Маловато Золото Для Рефрешера Всего Лишь Полторы Тысячи Ему Нужно На Рецепт Но Решают Не фармить Может быть И правильно Тут Нельзя Давать Антимагу Лишний Шанс Очень Очень Жестко Джиггернаут Посмотрите На скорость Атаки С мантой Там Сбил Вышку Есть Все Еще Аегис Бьет Барак Просто Не отвлекаясь Ни на что Барак Просаживает Очень Здорово Антимаг Залетает ДК Мофи Стенка БКБ От Найт Сталкера Бьет Никса Мофи Где-то Сзади Есть у него РПшка БКБ РП В антимага В одного В тизер Его заталкивает Сайланс Уль Джиггернаут И минусует Шадоу Демона Уходит в итоге Антимаг Но это мелочь Это мелочи Потому что Вторая сторона Сломана И бегут Сразу на третью Дарксир Мека Стан от Никса Антимагу Очень больно Вакуум Отличный Ульт от Антимага Кастует Чуть не убивает Веспа Но умирает Сам в итоге Выкупается ДК Ой ДК ДК ДК-то зря полез Висп Очень жестко Хилит Здесь Виспа Безусловно Нужно убить Первым делом Есть Нету Манта Кстати Можно было бы Сайланс Повесить Продолжают Бороться С этим Антимагом Но Вот Магнусу Самое время Уйти Просто-напросто Куда-нибудь В лес И дофармить Свой рефрешер Как раз Подходящий момент Тем более Не сдаются Местраст Хотят нам Подарить Все-таки Этот рефрешер Второй За квалификацию Да Магнус Сейчас Должен Должен Дофармить Эту шмотку Дарксир Купил себе Госкипетр Давайте Пробежимся Вообще Джиггернаут Демон Недж Будет МКБ Наверное Фармить Гиперстоун Ну практически Кераса Либо уже Собрано Да Собрано Кераса Более того Уже есть МКБ У Джиггернаута И тысяча монет Сверху Вот он Передает себе МКБ И Кераса У Найт Сталкера Висп Форстав Госкипетр ПТшка Ну кстати Виспу ПТшка Абсолютно нормально Почему бы и нет Шадоу Демон Форстав Ботинок Никс Арканы ВРК Ультимейтор Форстав Мека ДК Даггер Решил не собирать Он БКБ Сначала выйти в Даггер Может быть и правильно В какой-то степени Там Даггер ему помог Но 0.7 Говорят как бы Сами за себя То есть ДК Очень много умирает Ну и конечно Антимаг Антимаг Талисман Фуэйжен Тараска Манта Батлфури Арты конечно бешеные Мофи Купил себе Рефрешер Красавец Мофи Просто Мужик С детства За Мофи Второй Рефрешер Осталось еще Два И можно будет Рассчитывать На то что Прогноз Был верным На Джаггера Страшно нападать Он живучий Все таки 1900 хп Бабочка Нашли Шадоу Демона Шадоу Демон Форстаф Уходит Шадоу Демон Неплохо Засплители Мофи Чуть не скоровил Ульту Но в итоге Выдал Потрясающую Рефрешер Идет дальше Есть Даггер Но нет Все равно Неплохо Рефрешер Костанул Сейчас есть еще Одна ульта Можно еще раз Подраться Хороший момент Выбрал Мофи Шадоу Демон Мистически Выжил Просто Мистически ДК ДК Если взять Начало игры И конец игры Написать на графике Уровень Игры Магнуса Там слева Хороший Нет Снизу хороший Справа плохой Слева Соответственно Начало игры Справа конец То график Просто в небеса Должен улетать